Добрый день, уважаемые слушатели, будущие наши студенты. Сегодня мы продолжаем цикл наших встреч онлайн, трансляций, знакомства с университетом, Белорусский государственный экономический университет и с презентацией наших факультетов, на которых ведется подготовка специалистов в области экономики. Я представляю учетно-экономический факультет, меня зовут Владимир Антонович Березовский, декан этого факультета и я хотел бы вам немного рассказать для знакомства с теми специальностями, с той подготовкой, которая ведется в рамках обучения на нашем факультете. Но для того, чтобы вас заинтересовать, повысить ваше внимание, я предлагаю вам посмотреть видеоматериал, который подготовили студенты, буквально вчерашние абитуриенты нашего первого-второго курса, для того, чтобы вы, может быть, лучше понимали, о чем идет речь на нашем, в общем-то, онлайн формате. Пожалуйста. Продолжение следует... Вы спросите, почему стоит выбрать именно бухгалтерский учет? Ответ мы найдем у студенческой молодежи. Профессия бухгалтера стабильна и востребована, даже в самый неблагоприятный период для экономики. Бухгалтер – важный и ценно-специалист в любой компании, имеет хорошую перспективу карьерного роста. Бухгалтер всегда находится в центре внимания, его речь грамотно и логично построена. После обучения по специальности бухгалтерского учета, анализа и аудита, вы сможете стать востребованным специалистом не только в области бухгалтерского учета, но и в других экономических сферах. Высокая плана труда. Обучаются наши студенты с помощью инновационных технологий по современным стандартам опытными специалистами в своей области. Вы овладеете навыками, которые с легкостью сможете применить для работы и карьерного роста. Наши студенты проходят практическое обучение на ведущих предприятиях страны в области промышленности, транспорта, торговли, строительства, внешнеэкономической деятельности и агропромышленного комплекса. Также предполагается возможность пройти практику и получить джоб-офер в крупнейших международных аудиторских компаниях. Давайте послушаем, что говорят наши выпускники. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Рожкова Юлия. Я выпускница Белорусского государственного экономического университета в 2002 году. Специальность – бухгалтерский учет, анализ и аудит в строительстве, учетно-экономический факультет. Более пяти лет я проработала в области международного аудита, получила СССР сертификат. И на данный момент я являюсь руководителем в крупной международной корпорации. Друзья, от всей души желаю вам сделать выбор в пользу той специальности, которая вам нравится, которая вам будет приносить радость и удовольствие в будущем и позволит приносить пользу людям. Также хочу выразить благодарность всему преподавательскому составу экономического университета. Спасибо. Я Кристина Сашникова, выпускница БГУ Учетно-экономического факультета 2013 года. Специализация – бухгалтерский учет, анализ и аудит в торговле и общественном питании. Благодаря полученным знаниям успешно прошла тестирование, собеседование и стажировку международной аудиторской компании EY – Ernst & Young, в которой работаю вот уже 8 лет. Благодаря знаниям, которые вы получите на учетно-экономическом факультете, вы также сможете добиться работы мечты и своих карьерных амбиций. Поступайте на учетно-экономический факультет. Студенты нашего факультета не успевают скучать, ведь у нас регулярно проводятся различные мероприятия, соревнования, конкурсы и викторины. Это позволяет приятно провести время, завести новых друзей, стать более коммуникабельным и открыть для себя новое увлечение. Все иногородние первокурсники будут обеспечены проживанием в комфортных условиях в студенческих общежитиях в ГЭУ. На базе Белорусского государственного экономического университета имеется новый спортивный комплекс с бассейном, а также залы аэробики, борьбы, баскетбола, волейбола и футбола. Подводя итог, мы можем сказать, что обучаясь на нашем факультете, вы можете получить одну из самых востребованных профессий. Станете высококлассным специалистом в такой непростой сфере, но ваши студенческие годы будут наполнены самыми приятными и веселыми моментами. Ждем вас на Уэфе! Итак, учетно-экономический факультет. Вы краткое представление имеете теперь о том, как обучаются, отдыхают наши студенты. Факультет, должен сказать, образован с первого дня существования нашего университета. Это относится к 1933 году. И вот уже почти месяц спустя, в мае, мы будем очередную годовщину образования. С первого дня существования университета, как мы его тогда называли, Белорусский государственный институт народного хозяйства имени Куйбышева, факультет готовит бухгалтерские кадры. Это означает, что на факультете, в общем-то, сформировалась научно-педагогическая школа, которая позволяет готовить не только рядовых специалистов. Мы готовы обучению предоставить в рамках магистрской подготовки, аспирантуре и докторантуре. То есть состав коллектива преподавателей имеет многие традиции, хороший опыт. Они знают, чему и как научить с точки зрения нашей специальности. И так она называется, если правильно по нашим документам, бухгалтерский учет, анализ и аудит. Вот три составные части и определяют содержание нашей, в общем-то, специальности. Первая часть, бухгалтерский учет, она призвана, в общем-то, говорить о том, что все факты хозяйственной практики в организации, в бизнесе, они подлежат фиксации, регистрации. Без этого просто бизнес не может существовать, и это сопровождается бухгалтерским учетом. Должен развеять ваши сомнения в плане того, что касается эта скучная какая-то специальность, вот какие-то бумаги, документы, калькуляторы. Все это, заверяю вас, прошлый век. Сейчас прочно вошло в жизнь практику нашей работы. Это электронные документы, электронный документооборот, электронная цифровая подпись, технологии, связанные с расчетом, как их называют, блокчейн, и так далее, и так далее. Все это прочно входит в нашу практику. Все это мы имеем в виду и обучаем наших студентов. И это имеет значение для нашей будущей подготовки. Следующая составляющая – это анализ. Без анализа тоже не существует практически, не может работать ни один субъект хозяйствования. Почему? По бытовому можно вам объяснить это очень просто. Прежде чем вы пойдете в магазин покупать какие-то продукты или товары, вы, конечно, сначала подумайте, сколько у вас денег, хватит ли вам на эти покупки, а если не хватит, где брать кредит, на каких условиях и так далее. То есть начинается аналитическая работа вашего мышления. Все. Без этого, без анализа, естественно, что намного сложнее и намного интереснее, это все происходит в рамках финансово-хозяйственной действий предприятий и организаций. Инструментарий, который мы вам здесь даем в рамках подготовки, он позволяет вам легко опереживать этими материалами. И третья составная часть – это аудит. Вообще само по себе слово имеет широкое трактование, но мы, естественно, будем говорить о финансово-хозяйственной действенности и об аудите как одной из форм контроля за работой организации. Дело в том, что существуют определенные регламенты, технологические, кадровые, финансовые, юридические и так далее, которые следует придерживаться любой организации предприятий. Вот внутренний аудит, он как раз ориентирован на то, чтобы вы не выходили за рамки этих регламентов. А если возникает ситуация, когда это происходит, то нужно принимать меры, направленные на то, чтобы вы вернулись в исходное нормальное функционирование. Теперь, что касается специализации. Наши специализации в рамках специальности имеют 7 профилей на нашем университете. Обращаю внимание, уникальность подготовки на факультете состоит в том, что и в бытность Советского Союза, и уже более 30 лет мы являемся своеобразным уникальным учреждением образования в плане того, что касается бухгалтерского учета. Классически в большинстве случаев могут быть или один профиль, или же, может быть, как правило, базовая, это учет, анализ и аудит в промышленности. Специализация. А вы, если заметили в нашей таблице, если сверху вниз опускаться по ее содержанию, то первая специализация, бухгалтерский учет, анализ и аудит в бюджетных организациях. Эта подготовка ведется заточена на специалистов сферы образования, сферы медицины, министерства обороны, культуры и так далее. Там, где существует бюджетное финансирование для его работы. Следующая строка, она включает в себе сразу 6 специализаций. Бухгалтерский учет, анализ и аудит, вы видите общая строка в коммерческих и некоммерческих организациях, а вот дальше идет уже специализация тоже по основным отраслям или сегментам, как вам удобно или интересно позиционировать это все. Первая из них, это, естественно, ключевая учета, анализ и аудит в промышленности. Понятно, что это связано с промышленным производством, скажем, с заводами, организациями, которые занимаются выпуском продукции. Следующая специализация, учет, анализ и аудит на предприятии транспорта. Естественно, что здесь подготовка заточена на специфику, связанную с транспортными услугами. Это могут быть автотранспортные предприятия, логистические центры, это может быть автотранспорт, это может быть авиатранспорт и так далее. Следующая специализация, связанная с отраслью, бухгалтерский учет, анализ и аудит в строительстве. Совершенно понятно, что это может быть организация, которые обеспечивают строительство дорог, домостроительное, промышленное производство и так далее. Следующая специализация связана с обслуживанием гуаловского учета и анализа аудита в сфере АПК. Попроще можно сказать, что это сфера сельского хозяйства. Совершенно очевидно, что это будут организации, связанные с производством, переработкой и реализацией продукции сельхозназначения. Это такие организации, как, допустим, Савушкин продукт, это могут быть Бабушкина кренка и так далее. Следующая специализация связана с гуаловским учетом, анализом и аудитом в торговле и общественном питании. Совершенно очевидно, что здесь будут представлены, скажем, сеть оптовой или розничной торговли сферы общественного питания, которая занимается или продажей и реализацией товаров, или оказанием услуг в общественном питании. И еще одна специализация, бухучет, анализ и аудит во внешнеэкономической деятельности. Это уже организации и структуры, которые имеют инвестиции зарубежные, занимаются внешнеэкономической деятельностью. Ну и сюда можно, например, отнести организации, которые обеспечивают аудит в сфере внешнеэкономической деятельности. Я сейчас говорил о том, что у нас 7 специализаций, профилей. Это означает, что вот эта уникальность нашей подготовки позволяет вам выбрать любую из них, с одной стороны, да, заточенную, может быть, под конкретный сектор экономики. А выигрыш в этом состоит в том, что вы, не имея возможности адаптироваться в большие сроки, приходите на предприятие, проходите практику, выполняете курсовые, преддипломную работу. И дипломную работу выполняете конкретно под этот профиль. Это дает вам возможности быстро адаптироваться и войти в рабочий коллектив. Итак, какие же, в общем-то, изучаются у нас предметы, дисциплины и как выстроен учебный процесс? Что мы изучаем и как мы изучаем? Я бы выделил несколько таких моментов. Первый из них связан с тем, что касается подготовки по учебным дисциплинам. Здесь можно выделить блок дисциплин, который определяет ваше мировоззрение, ваш кругозор, ваше образование. Это будет, естественно, и математика, это будет иностранный язык. Это относится к таким предметам, как философия, социология, история и так далее, которые позволяют формировать ваш кругозор. Следующий блок дисциплин связан с уже формированием экономического блока. специальности. Это уже микроэкономика, макроэкономика, менеджмент, маркетинг, финансы, налоги и налогообложения и другие дисциплины, которые формируют экономическое наше образование. И третий блок, как вы уже догадываетесь, который формирует нашу специальность. Вот здесь мы можем говорить о бухгалтерском учете и рядом дисциплин, представленных для изучения вот этого материала. Здесь будет у вас и теория бухгалтерского учета, бухгалтерский налоговый учет, управленческий учет, финансовый учет, бухгалтерское дело и другие дисциплины, которые формируют первую составляющую нашей специальности. Дальше у вас будут дисциплины связаны с анализом. Вообще грамотно мы их называем, или это экономический анализ, а у нас сейчас принято говорить о том, что мы занимаемся анализом хозяйственной деятельности. Здесь то же самое. Будет у вас и теория анализа хозяйственного действия, и будет отраслевой анализ, анализ финансовой отчетности, который вам позволит, в общем-то, усвоить инструментарий и грамотно проводить аналитические исследования. И третий блок дисциплин, связанный с аудитом. Это будет у вас, конечно же, и аудит практически в каких-то своих профилях, там, допустим, практический аудит в торговле или во внешнеэкономической деятельности. Это будут международные стандарты аудита, обращаю внимание, мы и зарубежную практику учим. И для формирования специальности, для того, чтобы вы имели возможность работать с нашими партнерами за рубежом, это международные стандарты финансовой отчетности и другие дисциплины, которые формируют нашу специальность. Следующим отличительным моментом подготовки является то, что на каждом курсе, на первом, на втором, на третьем и четвертом, а мы ведем подготовку на дневной форме обучения четырех лет по сроку, то на каждом из этих этапов, после каждого завершения курса или в процессе его, мы выполняем курсовые работы или же мы обязательно идем на производственную практику. Это означает, что вы имеете возможность закрепить те теоретические знания, которые вам нужно усвоить, закрепить и, в общем-то, двигаться по своему развитию специальности. Обращаю внимание, на каждом курсе в рамках своего профиля вы готовите курсовые работы и выполняете на реальных, практических материалах курсовые работы. Это очень важно с точки зрения усвоения материала. А с одной стороны, вы уже становитесь ближе к производству, к чему, собственно говоря, и стремится наша подготовка. Итак, мы выяснили, что есть практики, есть курсовые работы, есть дисциплины, которые формируют в том числе нашу специальность. И здесь мы уже подходим к завершающей стадии обучения, когда вы выходите на преддипломную, так называемую, практику. И, по сути дела, на этом этапе многие из наших студентов уже занимаются трудоустройством в разном формате. Это может быть частичная занятость, как правило, которая позволяет им, с одной стороны, учиться, продолжать завершать свое дневное образование, и, с другой стороны, уже искать потенциальное место работы для того, чтобы по завершению образования можно было бы решить вопрос о своем трудоустройстве. Это очень важно с точки зрения того, что вы знаете коллектив, вас знают, как, допустим, дисциплина нерноответственного студента, на адаптацию практических времени нет необходимости проводить, и как только вы получаете диплом, вы уже идете на то место работы, где вы знакомы, знаете коллектив, знаете, может быть, свой участок работы, и тем самым решается вопрос, то, ради чего наши студенты приходят к нам получить свое образование. Теперь, что касается вопросов поступления. Оно достаточно общее для всех, которые документы представляются в университет. Я, буквально, несколько общих моментов, которые, в принципе, уже вам говорили наши коллеги, это пакет документов, как мы его называем, связанное. Первое, обязательно, я напоминаю, это очень важно, сейчас скажу почему. Наверное, повторюсь, потому что аттестат об образовании, сертификаты, справка медицинская, фотографии, и, естественно, паспорт, когда вы будете подавать заявление. Вот это вот ключевая, как бы, наша проблема. Здесь очень важно иметь в виду, что иногда студенты, будущее у нас, приходят и сдают документы в последний момент. Я вас умоляю, не надо этого делать в последний момент. Почему? Потому что, если чего-то вдруг в каких-то документах не хватает реквизитов, мне очень жалко было видеть глаза и расстройство тех ребят, которые приходили в последний момент, сдавали документы, но мы по этим основаниям, формальным признакам, не всегда могли им чем-то помочь. Поэтому все это было связано с какими-то дополнительными издержками, в общем-то, времени, как правило, ну или, как минимум, затратами нервной энергии. Я вас прошу, пожалуйста, обратить на это внимание, чтобы эти справки медицинские были оформлены надлежащим образом, чтобы ваш документ об образовании имел все заполненные реквизиты, и так далее, и так далее. Потому что это очень важно. Ну а теперь, собственно, об особенностях поступления на наш факультет. Вот мы уже видели наши специализации, оно имеет отношение прямое к документам и конкурсу, по которому вы будете, в общем-то, здесь участвовать для зачисления в наш университет. Обращаю внимание, специальность учета на ИСА аудит, а вот документы на нашу специальность вы будете подавать по двум конкурсам. Они проводятся раздельно. Сейчас постараюсь вам объяснить. Вот в таблице видно, первая строка, бухгалтерский учет на ИСА аудит, в бюджетных организациях. Прямо в документах с заявлением о поступлении вы будете писать, что вы участвуете в конкурсе именно на эту специализацию, на этот профиль. Вторая позиция будет у вас, возможно, написать заявление на участие в конкурсе, бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих и некоммерческих организациях. Возникает вопрос, а как быть со специализациями? Пожалуйста, будьте внимательны. После того, как вы будете участвовать в конкурсе по этой второй позиции, коммерческие и некоммерческие организации, после зачисления, буквально через день или, может быть, плюс-минус пару дней, вас приемная комиссия пригласит для того, чтобы вы явились в комиссию и обозначили свой интерес с точки зрения профиля, который будете выбирать, то, о чем мы говорили. То ли это учет в промышленности, то ли это будет внешнеэкономическое и так далее. Но здесь есть очень важный момент. Заходить и выбирать вы эти специализации в комиссию будете согласно протоколу набранных баллов. Это означает, что первый из абитуриентов, который будет зачислен, будет выбирать практически любую специализацию. Ну и логично, наверное, считать, что последний в списке выбирать, к сожалению, уже ничего не будет, потому что ему достанется только одна последняя позиция и выбора, как такового, не будет. Поэтому вот этот балл, который вы наберете, это имеет очень важное значение с точки зрения возможностей и свободы вашего интереса заявить, где бы вы хотели профильное получить на образование по нашему бухгалскому учету, анализу и аудиту. Итак, что касается проходных баллов, здесь тоже есть очень интересный момент. Я уверен, что вы многие уже смотрели, мониторили, как говорят, результаты проходных баллов и конкурсов в прошлых лет. За три последних года там у нас на сайте размещена эта информация. Я думаю, что вы ее уже давно посмотрели. И, конечно же, всех волнует вопрос, а какой же будет проходной балл, какой же будет конкурс в этом году. Если бы можно было ответить на эти вопросы, я думаю, многие проблемы бы мы решали очень давным-давно, но в том-то и дело, что каждый раз новые обстоятельства, новые условия, новые студенты, новые способности, и угадать, какой будет проходной балл, к сожалению, никто в жизни этого не сможет. А вот здесь, почему я заговорил про проходной балл, то я думаю, вы могли заметить, проходной балл на учетно-экономический факультет, он, ну, такой скромный, я бы сказал, да, он немножко ниже среднего. В чем особенность вот этой ситуации? Дело в том, что по содержанию, по качеству подготовки на нашем факультете, по нашей специальности, бухгалтерский учет, анализ, аудит, образование вы получаете достойное, и я бы уверенно сказал, что не хуже, чем на других специальностях, на других факультетах. А вот входной, проходной балл, как мы его говорим, да, он достаточно легче по сравнению с другими. То есть соотношение, легче войти и получить тот же результат, оно будет для вас, наверное, все-таки имеет значение с точки зрения того, что вы хотите получить в конечном счете после завершения университета. И что касается распределения или же трудоустройства, это тот вопрос, который, наверное, больше всего может вас волновать по результатам того периода образования, куда вы пойдете, что вы будете делать, в каких организациях, учебных заведениях вы можете потом найти себе применение своим знаниям и опыту. Вот если говорить об этом текущем моменте, у нас буквально неделю назад состоялось распределение, так называемое, это процедура предусмотрена для тех студентов, которые обучались на бюджетной основе. 132 студента, в этом году был выпуск, все 132 человека нашли возможность, принесли документы или мы им помогали, у нас были заявки из организации, каких конкретно, могу вам перечислить. К примеру, если это была специализация учета в промышленности, например, такие известные, я буду говорить о тех, которые наверняка вам знакомы, например, Минский завод колесных тягачей, МЗКТ, как его называют, это промышленное предприятие Керамин, это Комволь, это подшипниковый завод и так далее. Если говорить о специализации транспорт, то это автотранспортное предприятие, как правило, это автомобильная груза пассажиров от перевозки. Следующее строительство, это стройорганизации, которые, как правило, там многие из них ушли в строительную сферу, связанную с жилищным строительством. Если говорить о ПК, я уже называл, повторюсь, это известные бренды Савушкин продукт, это агрокомбинат Дзержинский и так далее. Если говорить о торговле, то среди наших, в общем-то, партнеров, куда мы направляем наших ребят по итогам учебы, для торговли это свойственное, может быть, универмаги, это сеть розничных магазинов, это предприятия общественного питания и так далее. Ну и для внешнеэкономической деятельности здесь характерны те, где имеют внешнеэкономические связи. Ну, я уже тоже повторюсь, к примеру, наши известные мировые тренды и бренды, которые, ну, у нас называются приняты четверкой, великолепной. Вот, это речь идет о компаниях аудиторских известных Эрсли Янг, КПМГ, Делой Туш и Прайс Уотер Хаус Куперс. Это известные, очень престижные с точки зрения трудоустройства, работы, организации, куда ежегодно направляется у нас даже не один, два человека, а в этом году, может быть, даже как особенность, в эти компании мы больше, чем обычно направили наших ребят. то есть, с точки зрения трудоустройства, ну, я, наверное, еще один факт приведу, который красноречиво говорит о востребованности и возможности вашего трудоустройства в будущем. 2012 год был особенный в том плане, что в этот год у нас так получилось, что четырехлетние и пятилетние программы, они сопали в один год выпуска. То есть, получился как бы двойной выпуск специалистов. И, естественно, что были такие, ну, как бы так, в общем-то, основания поволноваться, что может быть всех одновременно, а я вам скажу, число, это порядка четырехсот пятидесяти выпускников, которых мы должны были определить с работой, с трудоустройством. Так вот, я вам могу сказать ответственно, все сто процентов этих выпускников в двойной год выпуска, были обеспечены, и у нас еще даже оставались те заявки, которые были, как я говорю, или невостребованные, или же мы их помогали с помощью ребят, те, которые обучались за собственные средства. О чем это говорит? Я думаю, красноличиво о том, что у вас есть всегда возможность быть востребованным специалистом, иметь достойную работу, ну, и соответствующие условия. поэтому я, наверное, буду заканчивать нашу встречу тем, что подведу такую черту. Первое, это широкий диапазон знаний нашей специальности. Второе, глубина, потому что каждый шаг, каждый факт хозяйственной практики, он должен быть в поле зрения нашего специалиста. Мобильность, место работы. Здесь я могу сказать, что даже если вы специализацию, условно назовем какую-то там в промышленности, и спустя какое-то время у вас возникла ситуация с предложением с другого сектора экономики, там, скажем, мультифторговлю, например, или же строительство и так далее, вы очень легко сможете это сделать буквально с минимума затрат в том плане, что касается адаптации, поскольку базовые знания здесь позволяют это делать очень легко. Ну и что касается перспектив профессионального роста, допустим, в нашей республике, то высшим пилотажем, как я называю, является получение сертификата профессионального бухгалтера или же получение аттестата аудитора. Это все организовано в рамках аттестации, профессиональной аттестации Министерством финансов. Там достаточно есть серьезные экзамены, которые нужно выдержать для получения этих документов. Но, с другой стороны, получение этих документов открывает вам широко двери в наших организациях и предприятиях, которые вас с удовольствием возьмут к себе на работу. Это означает, что вы всегда сможете достойно себя позиционировать с точки зрения специалистов. Ну и самое главное, когда я заканчиваю обычно в таких случаях с тем, что касается пожеланий. Первое, это обязательно, конечно, приложить усилия, хорошо подготовиться для сдачи экзаменов на сертификат и, естественно, пройти успешно компанию. И второе, быть внутренним мотивированным человеком. Почему? Потому что без этого результат, к сожалению, можно ожидать достаточно скромно. Но если у вас будет внутренняя мотивация, вы будете знать, что вы хотите, чего достигнуть больше, то будете развиваться все время по жизни. Я обещаю вам гарантированно, у вас всегда будет хороший результат. Ну и последнее, я бы вам хотел сказать о том, чтобы вы сделали правильный выбор, чтобы потом не сожалели о том, что вот может быть надо было сделать по-другому, но время ушло и придется возвращаться как-то к этому вопросу еще раз. Выбрать один раз так, чтобы это было оправданным для вас правильным сознательным выбором. Я желаю вам всем успехов и надеюсь встречаться с многим с вас здесь у нас на учебе. с вами был Игорь Негода. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!